На каждой из семи станций участников квеста ждали загадки, вопросы или пазлы. Дать верный ответ или сложить воедино картинку можно было только хорошо, зная историю Железногорска и интересные детали дня настоящего. Так, к примеру, большинство ребят ошиблись, сказав, что самая длинная улица города Ленина на самом деле – это мира. Илюх, давай! Это герб города. Не секрет, что современных подростков трудно заинтересовать чтением. А командное соревнование в популярном формате квеста дает возможность не только весело, но и с пользой провести время, пополнив багаж знаний о городе, в котором живешь. Вопросы на некоторых станциях были достаточно сложные, а на некоторых мы не затруднялись ответить и проходили достаточно быстро. Мы готовились к этому, поэтому мы подучили некоторые знания о Железногорске, поэтому мы знали ответы и отвечали правильно. Мероприятие интересное, мы все участвовали, стремились, хотели победить, занять первое место. Но в этот раз не получилось, в следующем году займем первое место. Эти игры дают нам знания, которые мы не знали о нашем городе. Авторы проекта «Изучай, играя, знай» преподаватели 11-й школы Полина Воронина и ее ученица Анастасия Шарудила. В грантовом конкурсе «Металл Инвестор» с делами вместе участвовали в третий раз. Первые неудачные опыты не разочаровали их, напротив, добавили азарта и знаний. В итоге победа и грант над компанией на воплощение идеи. Мы потратили на призы, сладкие призы каждой команде, потратили на грамоты, на бумагу, на цветную, обычную, фломастеры, планшеты для волонтеров, которые стоят на станции, ручки, различные канцелярские скотчи, шарики, принадлежности, чтобы провести этот квест, организовать этот квест, да, и призы. В следующем году авторы проекта планируют снова поучаствовать в грантовом конкурсе. Название новой инициативы еще не придумали, но она точно будет направлена на просвещение школьников Железногорска.